всем привет недавно у меня было день рождения и мой товарищ и друг сделал мне такой небольшой подарок прислал изделие собственное изготовление которое он делает у себя в мастерской небольшой это изделие из кожи в данном случае тут в такой коробочке обложка или небольшой портмоне под охотничьи документы впечатлило конечно качество изделия насколько качественно это все сделано и мне захотелось сделать небольшой обзор вот рассказать вам что есть вот такие вот красивые вещи и в принципе они удобные то есть можно туда класть документ ну и польза моему другу же не будет может быть кто-то еще захочет приобрести данный товар сразу сейчас скажу видео под видео я дам ссылки где можно это все приобрести также это можно найти его фейсбук евгений краснов зовут моего друга также в инстаграм можно по хэштегу найти пергама также я напишу в описании к ролику как его найти и как сделать такой заказ ну собственно в посылке было не только обложка портмоне под документы под охотничьи но еще вот такая вот штука которая очень полезна будет охотникам на водоплавающую птицу это переноска для обитой дичи сделано из толстой кожи но в этом видео я расскажу только об обложке на охотничьи документы ну а портмоне под охотничьи документы о переноске я расскажу немножко позже в другом ролике у меня по прошествии охотничьих охотничьего времени уже сложилось понятие о правильной переноске я думаю что это она и есть как раз то что должно быть потому что у меня есть по моему даже здесь дома есть несколько моделей переносок в том числе и женина который он делал до этого я это все соберу в отдельный ролик не будем сейчас на это отвлекаться также переноску можно заказать будет у него через него лично или купить в москве в одном из охотничьих магазинов я думаю что в ближайшее время они появятся в магазине супердак и я сделаю тоже ссылку на этот магазинчик где можно будет приобрести обложки изделия изготовлены мастерской пергама руководством евгения краснова ну собственно вот идет вот это обложечка в таком такой вот картонной коробочке коробочка ну изделие вообще такое как как бы сказать в своем выраженном стиле то есть здесь бечевка льняная перевязана сургучная печать стоит с изображением его логотипа картинка лось то есть это сразу берешь коробочку понимаешь что здесь что-то будет серьезное связанное с охотой серьезная вещь сзади у него стоит на коробочке его логотип пергама и описание нескольких видов продукции которые он делает открываем развязываем коробочку снимаем бечевку льняную открываем и видим в коробочке вот такое вот изделие из коричневой кожи с тем же самым логотипом лося кнопка сразу бросается в глаза это донышко от патрона естественно изготовленные евгением и это старый патронный завод там так и написано вот очень оригинальная застежка кнопка и документы лежат в коробочке и переложены не как там пенопластом сейчас перекладывают или перекладывают такими пенополиуретаном чтоб не мялось а здесь все в своем выраженном стиле здесь сено если у кого-то есть дома морская свинка можно подкормить морскую свинку вот в общем по внешнему виду вообще 5 плюсом качество изделия на высоте очень мягкая кожица края все прошито ну насколько я знаю с евгением дома общаюсь и мы с ним он свои мысли этих изделиях уже давно у него эти мысли в итоге он это все довел для того что сейчас сделать такую красоту для охотников как подарок и практической части я думаю то самое то что нужно сейчас я возьму свои документы кстати я покажу как я ношу свои документы и как они будут выглядеть в этой замечательной обложке а документы охотничьи я ношу наверное как и любой охотник рыбак в водонепроницаемом боксе ну опять же по прошествии времени и практики это единственная на бокс который служит там не один сезон из сезона в сезон то некоторые боксы перемерзают на холоде лопаются трескаются но это бокс это пак не то не то что у бокса это пакет который не промокает называется он аквапак аквапак да здесь так и написано аквапак по-английски он мягкий как бы удобно потому что у меня здесь лодочные документы ну давайте по порядку почему я до этого не пользовался портмоне под охотничьи документы ну наверное потому что его у меня не было теперь то я буду им пользоваться и у меня всегда была вот такая был такой бокс аквапак но здесь у меня в этом боксе он довольно громоздкий и его не очень удобно единственный минус был его не очень удобно убирать во внутренний карман он должен всегда висеть на шее или где-то привязан быть за жилет вот бывает на охоте не всегда карманы курток охотничьих предусматривают такую ширину чтобы убирать такой огромный бокс туда где у меня все документы а документы у меня включают себя это членский билет клубный нашего смоленского охотничьего общества межрегионное общество организация охотников рыболов охот союз это клубный ну так скажем сейчас клубный билет там сейчас есть единый билет вот у меня также имеется разрешение на оружие заламинированное потому что уже проходили это все дело какой бы этот бокс аквапак не был водонепроницаемым при хорошем погружении он все равно намокнет или под дождем где-то далее у меня идет страховка спортивное полис страхования от несчастных случаев потому что участие в некоторых рыболовных соревнованиях предполагает наличие страховки чтобы участие было ну также полезно те кто занимается охотой или рыбалкой застраховать свою жизнь потому что всякое может быть вот 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 сертификат ну это в общем то копия родословной моей собаки и свидетельство что моя собака принадлежит мне и зарегистрирована во всероссийской родословной книге то есть тоже собака породистая и мне с ней можно охотиться на бывает некоторых хозяйств потому что много езжу у меня в моем хозяйстве соответственно она вписана вот в как раз клубный билет в этот клубный билет вписано ножи все мои в этот клубный билет вписано оружие в том числе все российские охотничий билет не позволяет делать этого вот так потом в охотческих хозяйствах каком-то скажут покажи докажи что ты не лысый что твоя собака охотничья, а не дворяга какая-то. Вот приходится носить с собой еще кучу всяких бумажек. Судовой билет на управление маломерным судном. Также я его ношу с собой. И удостоверение на право управления маломерным судном. Также заламинированное. В принципе, можно и так носить. Без упаковки. Ну, соответственно, сейчас я что сделаю? Я сейчас попробую убрать это все вместе туда. в это портмоне. У меня довольно большая стопка получится. Ну, в принципе, обзор я уже сделал. Единственное, практическую сейчас часть покажу. Кожа мягенькая. Все идеально. Здесь лого стоит Женина. Здесь лосишка нарисован. Кнопочка все застегивается. Отлично, идеально. Размеры, я думаю, у него они есть, если вы будете заказывать. Но можно, в принципе, померить. Вот, в таком виде у него получается ширина высота 12 и ширина 10. 12 на 10 размер портмоне. Попробуем убрать всю вот эту вот кипу документов мою в эту портмоне. Соответственно, убираем в самый большой отдел убираем это клубный мой билет. Он как раз сюда становится. Заходит. Так, на выход. Довольно-таки большой у меня билет клубный. Но, несмотря на то, что билет большой, он, в принципе, входит сюда нормально. То есть, вот он вошел. Обложечка закрывается. Билетик на месте. Понятно, что изделие новое, еще не подрастянулось. Кожа мягкая. Я думаю, оно со временем примет форму документов. Бывает, что аж даже здесь протирается на коже, когда долго лежат документы там. Вот. Теперь сюда я положу... Так, у меня что еще есть таких? Еще у меня есть страховка, как я говорил, и... на собаку копия родословной... с родословной книги. Это я тоже положил в тот же карман. Заметьте, где лежит большой билет. Обложечка нормально закрывается. То есть, все. И с этой стороны я кладу удостоверение на право управления маломерным судном. Оно у меня заламинированное, поэтому, если у вас оно будет не заламинированное удостоверение, то оно влезет в себя со свистом. У меня заламинированное, поэтому заходит с трудом. В этом портмоне, кстати, я не сказал, три отдела под документы. Это два одинаковых больших внутренних и одно небольшое вот наружное. В камеру, думаю, будет видно. Вот оно отделено. Сюда я с одной стороны положил свой клубный билет, так сказать. А с этой стороны я сейчас вставил сюда индустеринно-право управления маломерным судном. Вставляем также сюда. разрешение наношения охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия. Но я вам скажу так, что вся моя кипа документов, как я и думал, в эту обложечку не влезает. Хотя влезает. Смотрите, все влезло. Единственное, что оно приобрело такой растянутый, довольно-таки вид плотный. Вот. Но изначально изначально то есть все влезло. Видели самую самую кипу, она больше сантиметра толщиной все запечаталось, но немножко напрягает то, что все же это все под напряжением находится. Поэтому что я сейчас сделаю? Я оставлю здесь только те документы, которые касаются охоты. То есть охотничий документ. Это разрешение на ношение охотничьего оружия. Это охотничий билет. это копия родословной на мою собаку. И еще один клубный билет. Я его не буду вынимать. Итак, с этой стороны я вставляю родословную в кармашек. Сюда же я вставляю охотничий билет. Он вообще свободно входит сюда. Это единый всероссийский. И вставляю в более малый карман свое разрешение на ношение охотничьего оружия. Итак, все идеально закрывается. Никаких нету нагрузок на кожу. То есть она элементарно закрылась. И сюда еще войдет я думаю одна-две путевки со свистом. Почему путевка? Потому что я сейчас у меня на данный момент сейчас здесь нет путевки. Она у меня там по месту жительства я ее оставил. А вообще сюда еще спокойно войдет разрешение на охоту, путевка так называемая на право охоты. Потому что бывает сейчас начнется весенний сезон. Еще правда зима не закончилась, но все же. Начнется весенний сезон и мне например вот пачка документов моих с собой на охоте допустим не нужна. Билет маломерного судна или удостоверение на управление также страховка спортивная она мне тоже там сейчас не нужна. Ее показывать мне там никому не надо. Поэтому я это все оставлю лодочное в аквапаке. вот а вот то что касается охотничьих вещей то у меня будет специально специально теперь подаренный Евгением в такой вот обложечке хранится и она очень компактная удобная края у нее такие мягенькие закругленные не проблема будет убрать во внутренний карман и не будет топорщиться как я уже говорил ранее вот эта связка допустим которая у меня лежала и вот это два разных по толщине предмета во первых здесь и шнурок это все особенно вот это пластиковое где стоят резинки на клапане это все мешает а это все компактно ляжет и все всегда пожалуйста одним движением открыл у меня здесь все документы мои связаны с охотой всегда при себе ну так же я знаю что Евгений делает и документы такие небольшие документницы под паспорт в том числе совмещенные с охотничьим ключницы по моему даже вот если сзади взять прочитать обложки для охотничьих документов для водительских документов вот в том числе просто документница в том числе открываешь где можно положить какие-то купюры сюда и всевозможные брелки ну и как я говорил уже смотрите следующее видео с обзором охотничьей ну переноски для битой дичи от Евгений компания пергама с вами я прощаюсь до скорых встреч надеюсь что это видео будет полезно для вас и вы уже не будете ломать голову над тем что подарить другу или охотничьей подруге на день рождения это вот как раз такая вот штука как заказать смотрите в описании к ролику всем пока если вам видео понравилось ставьте лайки ну и пишите комментарии счастливо